Сейчас конец ноября, до наступления зимы осталось совсем немного. Я, пользуясь погодой и возможностями, еду на большое водохранилище, где собираюсь поохотиться с лодки в отвес за судаком, щукой и, если повезет, окуням. Дело в том, что я буду применять довольно-таки крупные приманки для отвесной ловли, и поэтому явно рассчитывать на клюв окуня не приходится. Тем не менее, двигаюсь и надеюсь на хороший результат. Синоптики обещают сегодня солнечный, но при этом весьма холодный день. Температура воздуха ожидается около нуля, а ветер 5-7 метров в секунду. Яркое солнце, конечно, не будет способствовать клюву хищников, но последние дни этого сезона по открытой воде хочется провести в лодке. Во время передвижения по лесной дороге к водохранилищу встретили удивительно смелого лося. Как ни странно, он нас совершенно не испугался. Наверное, немного рыболовов сегодня проехало по этой дороге. Так и есть. Внимательный осмотр акватории показал наличие в зоне видимости всего одной лодки. Скорее всего, раз нет на воде даже местных рыболовов, значит и рыба особо не клюет. Пришел на точку. В этом районе есть глубины и 4 метра, и 8, и 9. Буду ловить сегодня на разные приманки, разные снасти. Удочки у меня короткие. Метра восемьдесят два метра. На одной снасти у меня стоит VIP, на другой крупная резина. В коробочке лежат балансиры. И перед тем, как начать ловить, нужно сначала найти рыбу. Буду сегодня плавать с эхолотом, смотреть, где рыба. Места эти забивать точками. Сначала буду двигаться на бензомоторе, а потом уже по этим точкам буду ходить тихонечко на электромоторе. Поздней осенью самое главное – это найти скопление стайной рыбы. И когда рыба стайная будет локализована, там наверняка будет где-то рядом и хищник, за которым я собираюсь охотиться. Сейчас я, ориентируясь на заранее построенную карту глубины, структурную карту, буду двигаться на моторе и внимательно смотреть в эхолот. При этом я собираюсь активно использовать и сайдскан, и вертикальное сканирование. Даунскан хорош тем, что с достаточно высокой долей вероятности можно определить размер рыб и даже их вид. Уже первый проход по заранее намеченному маршруту показал, что стайная рыба сконцентрировалась у самого дна на глубине не меньше, чем 8 метров. Скорее всего, холодная вода на меньших глубинах загнала рыб в район русла, где сейчас тепло и при этом достаточное количество кислорода. Для ускорения процесса я двигаюсь именно на бензомоторе. Стайная рыба на большой глубине, и я рассчитываю, что шум мотора ее не испугает. В данный момент кажется, что я теряю драгоценное время ловли. Осенний день короткий, и вроде бы нет смысла тратить его на перемещение с эхолотом. Однако на самом деле в холодной воде рыба сконцентрирована в стае, и если эти стаи не найдены, то будешь просто терять время на облавливание всевозможного интересного рельефа, но без рыбы. Потратив на поиск стайной рыбы минут 20, можно потом все остальное время использовать на постепенную проверку всех заранее найденных районов скоплений стайной рыбы. Поиск закончен. Пора приступать к рыбалке. Начинаю поэтапный облов заранее найденных стаи рыбы. Тут нужно себя настроить на то, что быструю победу в виде первой поклевки получить, скорее всего, сразу не получится. Это и понятно, так как ловля осуществляется не среди стайного хищника, а рядом с белой рыбой. Расчет тут на то, что любую бель обязательно пасут хищники. По этой причине я ловлю и по периметру стаи, и над стаей, но ни в коем случае не прямо среди стаи. Во время ловли у дна увидел по эхолоту в толще воды одиночную проходящую рыбу. Нужно тут же, не теряя ни секунды, проверить ее настроение. Быстро поднимаю приманку чуть выше рыбы. Играть лучше не на уровне рыбы, а именно выше. Видно, что рыба заметила приманку и начала медленно к ней приближаться. Это говорит о том, что хватки, скорее всего, не будет. Дело в том, что обычно в толще воды хищная рыба более агрессивная, чем у дна, и, как правило, ее долго уговаривать на поклевку не нужно. А вот тех рыб, которые в толще воды медленно подходят к приманке, я обычно называю любознательные ленивцы. Очень редко такие ленивцы атакуют приманку, но вот посмотреть на нее всегда готовы. Кроме того, сейчас уже почти зима, и в толще воды значительно холоднее, чем у дна. Если бы ловить пришлось летом или в начале осени, то, наоборот, могла бы принести успех тактика охоты на хищника исключительно в толще воды. Сейчас же я просто на всякий случай проверяю настроение крупных одиночных рыб, которые по своим делам продолжают ходить значительно выше дна. Меняю варианты игры. Начинаю подмармышивать, медленно уводить вверх. Видно, что рыбе интересно. Она, что называется, ведется, но все делает очень медленно. Так и есть. Посмотрела рыба на приманку и пошла дальше. Я и не особо надеялся на поклевку, но попытку ее поймать все-таки сделал. Пока облов первых нескольких точек результата не дал. Смещаюсь на новую точку. В момент смещения приманку лучше доставать из воды. Стая, которую я заметил где-то уже часа два назад, она осталась точно на том же месте. Но я сейчас вот сразу после переезда на электромоторе приманку ко дну не опускаю. Почему? Я жду, пока у меня лодка стабилизируется, займет положение против ветра носом. И в тот момент, когда уже лодка будет стоять фактически на одном месте, я могу опускать приманку. В этом случае я сразу практически буду видеть ее на экране эхолота. Если лодка еще не застабилизировалась, то получается, опуская приманку ко дну, ее не увидишь просто на экране эхолота. И это неудобно. Силиконовая приманка отправляется на глубину. Я останавливаю ее, немного не доходя до дна, чтобы стуком джиг-головки не напугать осторожную хищную рыбу. Подброс приманки делаю сравнительно резкий, но не широкий. Это движение рассчитано на привлечение внимания рыбы. А вот вниз приманку я опускаю плавно, медленно и на натянутой леске. Получается своеобразная джиговая проводка, но вот фазу падения я могу делать любой продолжительности. Это очень важно. При подходе рыбы к приманке полезно начать покачивать приманку с плавным ее уводом вверх. Вообще с контролем по эхолоту появляется возможность подбирать анимацию строго под настроение рыбы. Рыба уже несколько раз подходила, причем разная. Вот сейчас тоже подошла, пытаюсь... Есть! А что-то небольшое. 18-сантиметровая рыбка и вот такой окунь. Вот он как схватил два крючка и тройник, и одинарник. И вот сложил приманку совершенно спокойно и легко. Все-таки поздней осенью рыба совершенно не боится размера приманки. Вот сейчас достаю. Смотрите, какой размер приманки был атакован этим окунем. Вот тут еще проблему достать. О! Вот. 18-сантиметров. Вот, обратите внимание на какую приманку. Одинарный крючок и на поводке тройничок. И он ее совершенно спокойно вот так вот сложил и заглотил. Окунь, в общем-то, не крупный. Но, тем не менее, я по эхолоту все видел. Рыба подходила несколько раз к приманке. И потом ее жадно атаковало. Когда ловишь на силиконовые приманки в отвес, очень желательно видеть все, что происходит с приманкой, ориентируясь по экрану эхолота. А для этого нужно регулировать датчик и выбирать такое положение в лодке, чтобы приманка была как можно ближе к датчику эхолота. В этом случае есть возможность увидеть приманку. И когда ты видишь приманку, то в момент игры, вот я несколько раз играл. И когда начинал, например, мелкое такое покачивание на месте, рыбе это не нравилось. Она опускалась ко дну. Я сделал другой вариант, двойной подброс. Рыбе тоже не понравилось. А потом начал делать такой коротенький подброс и мягенько в натяжечку опускал на дно. Опять подброс и мягенько в натяжечку опускал на дно. И в этот момент, вот, я сразу увидел, что одна рыба подошла, постояла, ушла, вторая подошла. А потом вот этот окунь поднялся, и он так вот с разгончика как бы атаковал, подошел довольно быстро и схватил приманку. Я сначала, честно говоря, думал, что это судак будет, потому что, ну, довольно крупный сигнал шел. Ну, это, в принципе, окунь. У окуня плотная чешуя, он хорошо очень отражает сигнал холота. И, соответственно, вот я немножко ошибся. Думал, что судак. Но, тем не менее, окунь, я меньше всего рассчитывал сегодня на окуня. Думал, что будет клевать вот щука и судак. Но первая рыба, которую я поймал, это окунь. Перед тем, как ловить, я минут, наверное, 30 потратил на то, чтобы поплавать по всей акватории. У меня где-то участок здесь обработан метров 500 на 200. И я начал с русла. На русле оказалось много рыбы белой. И рядом с белой рыбой периодически встречались пастухи. Это или судаки, или щуки. Крупные рыбы. И вот я все стайки забивал. И уже вот прошел порядка где-то 4 стаек. Вот на пятой стайке поймал вот этого окуня. Сейчас, в данной точке, где словил окуня, попробую поработать разными приманками. Это, естественно, не окуневая приманка. Это, скорее, судакова щучья приманка. Но окунь соблазнился, значит, здесь стайка. И, чтобы не терять время, я поставлю здесь и балансир, и вибом попробую поработать. Если стайный окунь есть, он должен отозваться. Если нет, буду дальше двигаться по заранее намеченным точкам. И вот какая особенность. Я пробовал сегодня с эхолотом смотреть разные глубины. И на 4 метра заплывал, и на 10 метров. И в основном, конечно, рыба находится на глубине от 8 до 10 метров. На 6 метрах вообще нету рыбы. Вот где-то на 7 она появляется, а на 8 метрах и глубже максимальная концентрация. И почему так происходит? Поздней осенью вода уже довольно-таки холодная. А когда опускаешься ко дну, чем глубже в водоеме место, тем выше температура воды. То есть на глубине там 8-10 метров температура может быть, например, в районе там 7 градусов. А у поверхности может быть 4,5. Вот в данном случае у меня температура, по-моему, 4,9 градуса у поверхности. А у дна наверняка теплее. И именно поэтому там находится и белая рыба, и хищник. Помимо силиконовых приманок, сегодня я собираюсь использовать при ловле балансиры длиной 9 сантиметров. А также вибы весом от 12 до 30 граммов. Раз на крупную резину клюнул окунь, решаю проверить эту точку балансиром. На данную приманку стайный окунь отзывается очень активно и быстро. Анимирую балансир резкими подбросами с паузами. Такая проводка весьма проста, но хорошо провоцирует окуней к атаке. Сейчас немножко еще половлю балансиром. И если рыба будет плохо реагировать, поставлю виб. Надо проверить разные приманки. Потому что в отвес, когда ловишь, по-всякому бывает. Иногда лучше берет на резину, иногда на балансир, а иногда и на виб. Виб – это такая приманка, которая создает сильную вибрацию. Балансир – довольно шустрая приманка. Она рассчитана на активную рыбу. А виб – это такая приманка более замедленная. На нее хорошо реагирует тот же, например, судак, щука. Вообще, если вибом работать агрессивно, то он среди всех отвесных приманок может создавать, наверное, наибольшую вибрацию. Тут следует оговориться, что такая вибрация нужна далеко не всегда. Правило простое, но рабочее. Пока рыбы возле виба нет, можно им работать весьма агрессивно. Но как только рыба начала подход к вибу, нужно тут же резко умерить свой пыл и начать анимировать его очень аккуратно, подбирая игру по эхолоту и четко под настроение рыбы. Вот я как только опустил виб и сделал несколько движений этой приманкой, подошла рыба, не знаю какая, такая, судя по символу на экране эхолота, граммов 500-600. Подошла, посмотрела, но не взяла. И как я ловлю на виб сейчас? Пока рыбы нету возле приманки, я делаю такой вот резкий подброс удочкой, и виб в этот момент должен завибрировать. Я через бланк удочки хорошо слышу, что виб завибрировал. А потом вверху пауза и в натяжечку опускаю. Зачем в натяжечку? Если я буду сбрасывать на свободном падении, то у виба два тройника, они могут захлестнуться за леску. И получается, будет испорчена проводка. То есть мне придется приманку достать из воды, отцепить пальцами крючки от приманки и опять опустить на дно. Поэтому вот пока рыбы нету, я ловлю вот таким образом. То есть я с вибрации поднимаю и медленно опускаю вниз. И вот на такую игру ко мне сейчас как раз рыба подошла, но не взяла. Если, например, по движению я буду видеть, что это судак или щука, то в момент, когда рыба подойдет к приманке, я или сделаю паузу длинную, или начну вот так вот мягко-мягко покачивать кончиком спиннинга, чтобы виб вот так вот у дна качался. То есть в момент вибрации он привлекает рыбу, а когда я начинаю покачивать, рыба как бы по идее должна схватить. Сейчас я хочу сместиться на соседнюю точку, которая всего в 15 метрах от этой. Снасть из воды в данном случае решил не доставать. Когда я смещаюсь, у меня приманка отходит от датчика, и вот она сейчас пропадет. Пропадет, то есть она уже отошла в сторону. И придется дождаться какое-то время, пока она опять вернется к вертикали. Как только она вернется к вертикали, можно будет продолжать ловлю. Вот бугорок, а вот стайка рыб у дна. Прямо на вершине бугра. И сейчас буду ее облавливать. Приманка у меня будет выше этой стайки. Она еще не пришла к вертикали. Когда приманка играешь, то ее появление на экране прибора будет сразу замечено. Вот она приманка. Хищная рыба не видно. По этой причине немного опускаю приманку вниз. Когда контролируешь игру всех ответственных приманок по эхолоту, ловить очень комфортно и интересно. Я сейчас провожу вип прямо над стайкой бели. Это белая рыба. На вершине бугра она стоит, но хищника никакого нет. То есть, никакой хищник не подошел. Еще сделаю несколько проводочек и смещусь метра на полтора вперед. Потому что очень часто хищник стоит как бы не среди стаи белой рыбы, не под стаи, а как бы в стороне. Вот там, где стая уже уменьшается, там, где практически нету большого количества рыбы, вот там уже как бы находятся хищники. Поэтому вот я сейчас слегка смещусь, буквально недалеко. Так, еще. На самый бугор не выскочил. А вот уже все, бугор прошел. Да, сейчас вот пошел свал вниз. И вся вершина бугра, видно по эхолоту, покрыта рыбой. То есть, прямо на вершине бугра рыба, а рядом с вершиной бугра стоят отдельные особи, такие более крупные. Вот я в расчете на них сейчас и буду работать. Опускаю приманочку. Ко дну. И работаем. Стая у дна довольно плотная. И я провожу вип чуть выше рыбы. Расчет тут на то, что со стороны может подойти хищник. Обычно он как пастух движется по периметру стаи, под стаей или над стаей. Прямо в стаю хищная рыба может заскочить только в период наивысшей активности. Фактически я сегодня все время ловлю таким образом, что у меня и балансир, и вип, и силиконовые приманки, они у меня дна не касаются. Я чисто ориентируюсь по экрану эхолота. То есть, я могу остановить приманку 30 сантиметров от дна. И когда ты дна не касаешься, во-первых, ты не цепляешь крючками со дна всевозможный мусор, который мешает игре приманки. И получается, что ловить очень-очень комфортно. Когда раньше приходилось ловить в отвес без эхолота, то, получается, сплавлялся по ветру или на электромоторе и работал чисто стуча приманкой по дну. И в результате вот поставишь сзади какой-то дополнительный крючок, сразу он мусор собирает. А когда по эхолоту ориентируешься, все очень хорошо, комфортно и удобно. Поклевок нет. Солнце уже спряталось за тучами, и дело идет к вечерней зорьке. Сразу стало очень холодно. Подходы хищника к моим отвесным приманкам полностью прекратились. Все, двигаюсь к берегу. Очень холодно. Рыба клевать не хочет. Вот и закончилась сегодняшняя рыбалка. День был весьма холодный. Дул пронизывающий ветер. Я встретил всего одну лодку с рыболовами. То есть на воду мало кто решился выйти. А все дело в том, что с завтрашнего дня уже будет очень сильное похолодание, снег, заморозки, и может быть даже на небольших водоемчиках станет лед. Можно сказать, это последняя лодочная рыбалка этого сезона. И несмотря на то, что за весь день я видел одну поклевку и поймал всего одного окуня, удовольствие от рыбалки получено. Конечно, хотел я сегодня охотиться за судаками и щуками, но эти рыбы меня проигнорировали. Тем не менее, действовало, я считаю, правильно. То есть я нашел стайную рыбу, большие стаи, ловил и над стаей, и по периметру стай. И видел крупную одиночную рыбу, которая пасла стайную рыбу. То есть это явно были хищники. Тем не менее, судаки и щуки не клевали, вода достаточно холодная, и, видимо, в этом и была причина сегодняшнего бесклевья. То есть рыба была, но она просто не хотела ловиться. Тем не менее, плохая рыбалка – это всегда лучше, чем если ты остался дома, смотришь в окно и думаешь, почему я не поехал на рыбалку. А так, съездил на рыбалку. Хоть и не выдающийся результат, но какой-то результат есть. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин